Димаш Кудайберген Димаш Кудайберген Димаш Кудайберген Димаш Кудайберген Боже, у меня мурашки с головы до пят. Это начальная фраза. Давайте посмотрим, споёт ли он её снова. Опять. Это начальная фраза. Хорошо, из того, что я пока видел, это 30-40 секунд. Я ещё не могу сказать, что он самый лучший вокалист в мире. Но меня очень сильно заинтриговал диапазон этой фразы. Это был, конечно, не самый низ, но это баритон. И потом он доходит до вот этого. И он делает это так спокойно, так легко, поразительно. Пока всё очень славно. Такая атмосфера на сцене, и он стоит неподвижно. Извините меня, но мне нужно. Это напомнило мне о чём-то. Если у вас чувствительные ушки, то прошу их прикрыть. Это напоминает мне о кастрате. Кастраты — это печально известные певцы, которые были примерно до начала 19 века. Я, конечно, не хочу сказать, что он кастрат. Но его голос напоминает не о них. У меня есть отрывок из одного фильма. Там можно услышать, как примерно пели кастраты. Кастраты — это печально. Могу себе представить, что Димаш производит такой же эффект, что все от него падают. У него также высокий грудной голос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не против, что там показывают этих музыкантов. Но я сейчас хочу видеть только его, когда он идет вверх и вниз. Это же дно подсового дегистра. Мне нужна секунда, чтобы собраться. Сейчас он на вот этом диапазоне. Я понятия не имею, как он делает это своим голосом. У него такой контроль. Ведь парни не могут петь так высоко. Так он еще и проделывает вот эти манипуляции. Он делает это так спокойно. А это не так уж просто сделать. А потом он поднимается вверх. Это была свисковая нота? Это очень оперная, мужская сопрано. Ну а вот это уже абсурд. Просто нонсенс. Бред. Отличное шоу. Я про эти эффекты позади него. Извините, как они это сделали с крыльями? Они двигаются вместе с камерой. Я к тому, что они следуют движению камеры. Субтитры сделал DimaTorzok А здесь, это микс его грудного голоса и фальцета. Чистейший фальцет. Субтитры сделал DimaTorzok Черт бы меня побрал. Это, конечно, было сокрушающе. В хорошем смысле слова. Но раз люди зовут его лучшим вокалистом в мире, то следовало ожидать что-то такое необычное. Мне очень понравилась песня. Она очень интересна в гармоническом плане. Я не буду затрагивать эту тему. Я думаю, здесь было достаточно его голоса. Я ничего не скажу по поводу лучшего вокалиста в мире. Но я скажу вот что. Первое — это дичайший диапазон. Второе — он может пойти вверх грудным голосом, смешав его с фальцетом. И многие могут так же. Но он же идет еще дальше. До вот этого свисткового тона. Умопомешательство. Редактор субтитров А.Семкин